В преддверии дня медработника, который будет отмечаться в нашей стране 21 июня, губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с врачами и медицинскими сотрудниками крупнейших больниц актуальные вопросы системы здравоохранения. Беседа проходила в режиме видеоконференц-связи. Наша съемочная группа следила за ходом общения из детской областной клинической больницы. В начале беседы Игорь Руденя поблагодарил медиков за их труд и поздравил с наступающим профессиональным праздником. Губернатор подчеркнул, что сегодня врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, медперсонал больницы, поликлиник делают всё возможное для сохранения здоровья жителей Тверской области. Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Вы и ваши коллеги продолжаете профессиональные традиции тверских детских здоровых времён и медиков, времён Великой Отечественной войны, всех халиновских врачей, которые работали на Тверской земле. В ходе беседы были затронуты ключевые на сегодняшний день вопросы, касающиеся развития системы здравоохранения Тверской области. На сегодняшний день в регионе развернут госпитальный фонд на 1810 коек. Из них 1473 с кислородом, включая 229 коек, подготовленных для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Игорь Руденя подчеркнул, что благодаря профессионализму медиков удалось в кратчайшие сроки мобилизовать все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Очень важно, что каждый из вас настолько активно включился в эту работу и показал, как необходимо работать, как надо трудиться, взаимодействовать с коллегами. Мы видим, как перестроились наши больницы, мы видим, как заработали наши лаборатории, и мы видели, как начала в хорошем смысле перестраивать работу системы скорой медицинской помощи. В ходе беседы речь зашла о сроках снижения заболеваемости COVID-19 и перспективах поэтапного перехода системы здравоохранения на плановый режим работы. Так, возобновление приёмов врачей по обычному графику предполагается провести в четыре этапа. Первое – возобновление периодических и предварительных медосмотров для трудоустройства и работы. Второе – возобновление профосмотров и диспансеризации работы стоматологических клиник. Третье – проведение плановых осмотров и диагностических исследований, возобновление плановой госпитализации. Четвёртый – заключительный – возобновление работы выездных мобильных бригад. Как отметили участники встречи, такой формат общения, безусловно, крайне важен. Диалог с руководством области всегда помогает, что называется, сверить часы по основным темам. В этот раз с Игорем Михайловичем беседует большая часть главных врачей, представителей не только крупных учреждений медицинских, но и районов нашей области. Затронуты темы, которые актуальны для всех. Ну и в частности для небольших больниц, у которых больше трудностей сейчас в современной ситуации. Это очень важно. Также важным для регионального здравоохранения является вопрос обеспечения кадрами. На региональном уровне развивается система целевого набора. В этом году в Тверском государственном медицинском университете впервые для региона выделена отдельная квота – 200 мест для подготовки специалистов по целевому набору. Ещё одной темой разговора стали дополнительные выплаты сотрудникам медучреждений. На сегодняшний день очень важно, чтобы средства дошли до каждого медика. Впрочем, главной наградой для абсолютного большинства врачей остаются спасённые жизни.